Глава девятая. Рыцарь. Замок Шиме был. Пожалуй, неосведомлённый человек больше ничего сказать о нём и не сумеет, он был и всё. Как водится, в ёмком был, крылись его достоинства, человеку постороннему мало очевидные. Где-то рядом в той же самой ёмкости лежали и недостатки. Ну, хоть с недостатками сплошное понимание. На первый взгляд. Первый взгляд доносил следующее. Замок построили во времена то ли Гиома Бастарда Нормандского, то ли Филиппа Красивого. Словом, очень давно, трудно даже сказать когда. Отменное укрепление было теперь вовсе не так крепко, как в годы юности, что, впрочем, не одним только замком свойственно, но и людям, а оттого не удивляет. Далее мелочи. Например, бульвар перед воротами не был предусмотрен, а надо бы. Да и ров теперь здорово осыпался. И так далее. Второй внимательный взгляд требовал осведомлённости, которая, согласимся, не каждому положена. Жофруа второй ван Веррей де ля Тур был осведомлен на уровне обычному наблюдателю недоступным. Несмотря на то, что за длинным и громким именем скрывалась вполне приземлённая должность, всё-таки он являлся сыном Приво Шиме, Жофруа Первого. Подумаешь, скажете, вы тоже выискались. Цезарь и Август. Пипин и Шарлемань. Филипп и Карл. Скажете и ошибётесь, потому что старый Приво держал Шиме настолько цепко, что и сравнить не с чем, кроме разве внимательного паука, который зловил муху. Первый ля Тур знал во Веренном хозяйстве буквально всё. Интересовался буквально всем. Совал нос и умелые руки. Буквально всюду. Вплоть до отёлок коров в селе Гадюкино. Хотя коровы там, в отличие от гадюк, были так себе. Замковые подробности он, конечно, знал тоже. И сынок знал, не отставая от папаши ни на пять. Потому как был очень резв. И в народе за резвость прозывался Жоф Грапан. То есть рвач. Сравнение с Филиппом и Карлом. Добрым и смелым, разумеется. Мы же в Бургундии. Оказалось верным только в том смысле, что папаша не в меру резвого отпрыска терпеть не мог. А резвый отпрыск считал дни, когда же старый скупердяй отправится считать барашков на облаках, а шуюю Господа нашего Иисуса Христа. Теперь, после столь вдумчивого введения, перенесёмся к изначальному предмету разговора. К замку. Замок стоял на пологом холме, омывался лучами солнца и прекрасно себя чувствовал. У подножия холма колосились точные нивы. Меж них велась дорога, а на них сопали пейзани. Надо думать, что замок вписался в картину местного мироздания лет за 300 до. Непосредственно вокруг замка бродили трое. Точнее, не бродили, а по-деловому и вполне осмысленно перемещались, непрерывно разговаривая. Даже не приближаясь к границам их приватности, было понятно, что разговор оживлённый. Хоть слов и не слыхать, а мимикой жестикуляции двух мнений не оставляли. Первым было лицо духовного звания, о чём говорила бенедиктинская сутана. Особая стать, благочестивый взгляд и этакая поступь заставляли заподозрить в лице фигуру аббата, чьё аббатство дразнилось шпилями в полумиле к востоку от замка. Аккурат между ним и городом Шиме. Второй человек явно был коллегой первого. Коллегой в высоком смысле окормления чад господних и наставления на путь истинный. Можно даже сказать старшим коллегой, ибо это был еврейский рэббе. Предшественники Коева, согласимся, узнали бога единого несколько раньше бургонцев. Третий носил скромное платье. Упилянт чёрного домастина с едва намеченным серебром, цветочным рапортом, серые чулки и практичный пуленок кордовской кожи с не слишком длинным носом. Голову его закрывала. Не менее практичная широкополая шляпа, тулью к которому перехватывала очень скромная парчёвая лента, призванная показать, что хозяин шляпы носит простой фетр не потому, что не может себе позволить большего, а потому, что большего не желает. По здравому рассуждению выходило, что это и есть Жуфруа II, как его там, Лятур. Слуги Господни жаждали внимания. А Лятур-младший жаждал замок. Лятур-старший жаждал определённости и надёжно прикрытого тыла. Однако, пока он страдал от подагры в Шиме, здесь его замещал наследник, который, как только что было сказано, жаждал замок. Крестьяне, щедро рассыпанные у подножия холма, сопали землю. Прекрасный, прекрасный замок. Не понимаю, как батюшка умудрился его продать. Висел бы на балансе приводства. Вы не находите, что замок великолепен? Лятур посмотрел по сторонам, отжидая от спутников резюме касательно рассматриваемого предмета. Голос у наследника был в противоположности скромному платью вовсе не скромный. Глубокий, звучный, словно в хоре поставленный. Впрочем, может так и было. Аббат, изъяснявшийся куда менее звонко, снял шапочку и потер танзуру. Напомню, сын мой, что ваш отец не продавал замка, а совершил взаимозачет между кассой дворцового ведомства и кассой Шиме. Это герцогский замок. Он уж с полвека числится в казенных строениях, поэтому он, его милости герцогу попросту передал. Тем более, просто передал. Да где ж такое видано? Добро б хоть продал за приличную сумму. Так ведь нет. Взял и отдал. Лятур всплеснул руками, так что разрезные рукава у пилянда заколыхались. У него не было выбора. Герцогский приказ и все. Аббат прощелкал бусинами на четках что-то ужасно минорное. А приказ герцога это это так вот юбис это юбик вод вис? Дай, что повелишь и повели, что захочешь. Латинский язык. Августин Аврелий исповедь. Оставьте отче святый. Вот будто невдомек, как это делается в милой Бургундии. Наследник сотворил руками некое сложное знамение в воздухе. Всему уведомляю и считаю своим долгом донести, что здание находится в опасном состоянии и требует дорогостоящего ремонта. Примерная смета каково прилагается, остаюсь вашим покорным слугой и так далее. Неспешный шаг внес сына Приво вдоль внешней замковой стены, а шуюю его догонял Аббат шлепая сандалиями. А десную семенил Реббе при каждом слове Латура качавшей головой не понять согласно или сочувственно. Теперь уж поздно рассуждать, сын мой. Дело сделано, сказал Аббат, а четки вторили ему по щелкиванием. Замок продан из казны графу Жану де Круа, как говорится «Certumest Queer Impossibile!» Это несомненно, ибо невозможно. Латын. Часть парадокса Тертулиана, который обычно передают в невероятно упрощенном виде «Веру ибо абсурдно». Слава Богу, Отче Святый, молодой наследник сослал жадного старика вместе со всей семейкой, так что и Жанна, и туповатого его братца Антуана вместе с сынком Филиппом мы еще не скоро увидим, если вообще увидим. Но замок, замок надо спасать, если вы простите мне такой термин. Молодой человек поглядел на аббата со значением, а потом на раввина тоже со значением. Рэббе вновь покачал головой и сказал нечто вроде «Вайме». Аббат сложил молитвенные руки перед грудью. «Сын мой, боюсь, что я не смогу спасти замок. Это не вполне то, чем занят орден Святого Бенедикта. Мы призваны спасать души, а не тварные». «Простите, что перебиваю, отче». Латур резко остановился. «Не могу говорить за весь орден, но лично вы и ваше аббатство спасаете души и торгуете вполне тварным пивом. Пиво, кстати, творите именно вы». «Ну не то, чтобы лично я». Затянул было монах. Но скромник в Упилянде его вновь перебил. «В связи с этим очень удивительно, падре, что вам так скучно слушать мои размышления о замке». Реббев, который раз покачав головой, подал голос. «Вай, мой молодой господин, вот мне про замок слушать-таки совсем не скучно, чтобы я был так здоров, как во времена молодости тети Сары. Если вы думаете, что Абрахам бен Коган ничего не понимает, то подумайте еще раз, потому что Абрахам бен Коган все понимает». Теперь кивнул наследник, как можно было подумать удовлетворенно, после чего вновь отправился шагать вдоль замковой стены. Слуги божьи, все понимающий раввин и аббат, судя по всему, спрятавший понимание за цитатами, последовали за ним в прежнем порядке. «Я, уважаемый Абрахам бен Коган, тоже все понимаю. Это так же верно, как фидес прекедит интеллигерре». «Вера предшествует пониманию». Латынь Августин Аврелий «Исповедь». «Грустно» произнес Аббат. «Однако я понимаю и другое. Ни ваше, ни мое понимание недостаточно для того, чтобы выкупить целый замок». «Ой вы, я вас умоляю. Кто здесь говорит за выкупить, если вы понимаете о чем я? Речь идет всего лишь за то, чтобы вывезти этот домик вроде как выморочное имущество, вроде как имущество предателя. А потом отправить обратно на баланс Шиме, а это совсем иное дело, потому как замок стоит дорого, и герцоги на Стареус тоже, но куда дешевле замка». «О, именно так, уважаемый Бен Коган», подтвердил наследник. «О, не правда ли, отличный день? Что может быть лучше прогулки в тени при таком-то солнышке? Если уж мы говорим об интеллекту проптер интеллигенду», понимание ради понимания, латынь, то и для этого активы аббатства явным образом недостаточны. Монах просительно посмотрел на латуру младшего. «Сын мой, вы представляете, какой долг за поставки пива повис, как дамоклис гладиус?» «Дамоклов меч», латын. «Над всеми пятью тавернами и двумя корчмами в Сен-Клере. Безбожный город, настоящий садон». Они, как и сговорились, и вот уже почти месяц не платят ни Денье, а это, между прочим, девятнадцать бочек «Бланч-де-Флор», две дюжины бочек «Дюшес-де-Бургонь», две дюжины бочек «Фландер-де-Ли», пятнадцать бочек «Шато-де-Шиме», и вы только представьте семнадцать бочек лучшего отборного бар-ливайна из рождественской партии. И за все это не уплачено. Как прикажете проникнуться пониманием, когда моего понимания никто не понимает? Так и да, в этом я, коллегу, вы не обидитесь на старого еврея, что он называет вас коллегой, отец обман. Так вот, коллегу я вынужден поддержать, клянусь всеми казнями египетскими. Встрел раввин. Есть ощущение не только у меня, что в этом городишке засела банда зловонных барабухов. Не поймите меня, неправильно я не хочу сказать, что все жители того города барабухи, в мыслях не было. Но там точно есть какой-то поц, а может быть даже не один. И вот все эти жалкие личности взяли себе в голову просить по миру старого Абрахама Бен Когана, чтобы их ноги служили только для подагры. Сколько прекрасно запаянных бутылей золотой эмальгамы мы поставили в этот ваш Сент-Лера. Тьому нерастяжимо. И где я вас спрашиваю деньги? Денег нету. Мне бы очень хотелось увидеть содействие властей в этом важном вопросе. Представитель властей продолжал медленно вышагивать впереди коллег во господи. Лицо при этом имел прошу отметить отрешенное. Как будто его куда больше занимала свара пейзан в поле под замком. Кто-то из них не сошелся с кем-то в воззрениях на агрикультуру. Теперь две небольшие группки заняли приблизительный центр наблюдаемой постарали, принявшись кричать друг на друга. Воздуху поительно пах летними травами, солнце сияло начищенным золотом. Крестьяне сопали по крайней мере те, кто не был занят в ссоре. Так и шо? Напомнила себе Рэббе. Ам? Уточнил Гатур. Ой-вэй. Мы помогаем вам в деле с замком по религиозной линии, если вы поможете нам по линии муниципальной с делами финансовыми. Это же взаимосвязано, да и хук кедит алия форма темптатионис мультипликулис перикулеза. Сюда присоединяется еще один вид искушений, куда более опасных, латынь, Августина в рели, исповедь. А именно, братья не платить, сие недопустимо есть и ко многим грехам располагает. Пояснил Аббат. Вы послушайте только, как они излагают. Не в попад отозвался наследник, указав рукой на подпрыгивающие посреди поля соломенные шляпы, в каждую из которых было вставлено по крестьянину. Ты тупой, жрущий говной шаг. Твоя мать гнойная шлюха, а папаша жаполас. Не уверен, что все точно расслышал, но вокс попули вокс дэи. Глаз народа глаз господа латынь. Красиво! Так о чем вы, господа? Господа, таки о том, что взятку герцг скобунатариуса в Брюге платить накладно, ибо нам крепко задолжали в этом вашем сенклере. Если вы сумеете разобраться и помочь изыскать долги, мы соберем денег, а вы занесем в канцеляру его светлости, уточнил Раввин, безуспешно пытаясь обогнать длинноногого латура. Боже, зачем так грубо? Занесем в Брюге платить? Фу! Право слово фу! Младший же Фруа презрительно фыркнул, изволив заложить руки за спину, словно показывая, что никаких мутных коррупционных схем касаться не намерен. Мы о спасении наследия всего Шеме толкуем, о спасении достояния всего Эно, об историческом, не побоюсь этого слова, памятнике, который по сей день пребывает в руках сосланного врага общества. Впрочем, в сторону, Сент-Лер это проблема и не только ваша, и мы ее решим, я позаботился. Так же, как ваш уважаемый батюшка? Осведомился Аббат. Наследник остановился, а глаза его внезапно стали холодны, как две льдышки. Не стоит сравнивать меня с батюшкой. Те восемь арбалетчиков, которые пропали по дороге в проклятый городишко, это не решение проблемы, а попытка изобразить суету перед очами его светлости. Я озаботился вопросом иначе. Прямо сейчас к нам движется отряд из Брюгги. Аудитор в сопровождении жандармов и лучников службы тела. По моим расчетам, они должны прибыть в Шеме сегодня. Герцогский аудит это не восемь пьяниц моего папеньки. Не отвертишься. Это обнадеживает. Согласно кивнула бат, и выглядел он при этом вполне удовлетворенным, веруя в мощь герцогского аудита как в господа. Ой-вей, не слишком ли силен прием, ваша милость? Рэбби Бен Коган напротив выглядел вовсе необнадеженно, поскольку веровал в аудиторскую мощь, как в единство Яхве, а от этого был уверен, что проверка может выявить еще кое-что, помимо недоимок по частным долгам. В самый раз отрезал наследник, который верил в то, что налоговые претензии бывают сильнее самой искренней молитвы и самого черного заклинания, а посему надеялся. Молодой Латур не стал говорить, на что именно он надеялся. Надежда имела не вполне веские основания с точки зрения фактов и тем паче государственной лояльности. Он был уверен, что отвратительный фокус горожан объясняются банальным предательством. Стакнулись мерзавцы с французами, благо граница рядом. Выторговали 3% льготы и стакнулись, очень даже запросто. Теперь по понятной причине не шлют налогов, не платят по долгам, ведь война. Великолепную восьмерку папашиных алкоголиков взяли в плен и теперь отчитываются перед Валуа в том, как они доблестно отражали бургундскую агрессию, плечом к плечу с доблестными королевскими войсками. С фактическими подтверждениями было плоховато. Лятуров Человечек в Сен-Клери не откликался вместе со всем населением городка. В разнообразные бесовские сказки наследник не верил ни на грош, а вот во французов очень даже и в то, что аудитор разом докопается до истины. А докопавшись, пнет старого жуфруа из кресла, где тот явно засиделся. Если учесть, что донос в столицу поступил именно от него, младшего жуфруа, велик шанс сесть прямиком на место, отформованное по батюшкиным ягодицам. Серич самому заделаться прыво. А там, глядишь, незанюханное шаме его ждет буквально в паре карьерных ступеней. Антверпен, Брюгге, Дижон, словом, перспективы. Осталось только вскрыть предательство, злобесов заговор, собацкое толковище с французами, при жестокую измену. В самый раз, повторил Латур. Вам виднее. Не именно так, мне виднее. Произнеся эти самонадейные слова, наследник внезапно хлопнул себя поляшком. Да так звонко, что аббат и раввин подпрыгнули. Кстати, насчет виднее. Что меня, если это не... Как уже было сказано, замок со всеми его башнями и полуобваленным домом, что помнили не то Филиппа Красивого, не то вообще Гийома Нормандца, располагался на вершине пологого холма. От него на северо-запад бежала дорога, извиваясь и петляя, пока не пропадала в полях за жиденькой рощицей на недалеком всхолмье. Теперь по дороге бежали два крестьянина, вспущенных по случаю летней жары чулках, туниках, что были грубо окрашены корой дуба и неизменных соломенных шляпах. Что говорили, а точнее кричали растревоженные пейзани, было не дослышать. Зато те, кто мог, немедленно сбегались к дороге, бросив не только работу, но и увлекательный скандал, грозивший вот-вот перерасти в мордобой. Над дорогой велась пыль. Впереди небольшой столб, который не успевал улечься, как его тотчас подхватывала настоящая волна, выше деревьев, следовавшая позади. В пыльном облаке раздавался все более явственный перестук копыт. Земля гудела весьма убедительно. Верилось, что копыт многие сотни, а их грохот гром подступающего войска. Однако человек опытный в раз распознал бы несуразность подобной оценки. Коней было на в ряд больше семи восьмидесятков, что, согласимся, тоже изрядный табун, однако до войска не дотягивает. Любопытные аграрии успели собраться со всего поля и к обеим сторонам дороги, а легконогий молодой лятур вскочить на груду камней, вывалившихся из замковой облицовки. Святые люди, не обладавшие подобной прытью и отягченные статусными приличиями, остались во временном неведении. Но вскоре даже они могли лицезреть картину совершенно типическую, сочившуюся духом времени. По дороге скакали рыцари в латах, солнце укутывало полированную сталь сиянием, а сталь кавалькаду грозным лязгом. Подковы могучих дистрее грызли пыль, а высоко над шлемами покачивались, высверкивая недобрые острия копий. Крестьяне привычно ломали шапки и гнули спины, ну мало ли что, а рыцари, казалось, не обращали на них и мимолетного взора, не более, чем на грязь под копытами. Впрочем, это как раз не казалось. Колонна всадников прогрохотала вдоль полей, а дорога неумолимо вынесла их к замковым воротам, где обретались Жовграпан вместе с лицами духовного звания. Молодой Лятур прытко сбежал со своего насеста. Неловко, знаете ли, так явно демонстрировать любопытство перед гостями. Чайный мальчик. Рыцари, заполнившие пропыленным железом, конской плотью, запахом пота и кожи, разом все пространство, принялись осаживать скакунов. Вперед выехал огромный мускулистый мерин серой масти, несший в седле наездника под стать, высокого, как башня. Тот поднял стальную клешню и зарычал хриплым басом, явив тяжелый тефтонский акцент. Тпру, да стой ты, волча сыть! Распаленный скачкой жарой конь изгры судила, затанцевал на месте, зыркая кровавым оком, но все-таки хозяину покорился. Желаю здравствовать, господа! Кто здесь будет, покрывон? Последняя реплика легко догадаться была адресована не коню. Здоровяк оскалился на импровизированный комитет по встрече, не хуже собственного Мерина. Потом он зажал стальным пальцем ноздрю и, нагнувшись в седле, сморкнулся на дорогу с таким трубным звуком, что половина коней в кавалькаде ответили ему дружным ржанием. Следом под копытом полетел смачный плевок. «Прощение просим!» Пропылился, как шлюха на тракте. Слово не выговорить, проклятый песок всю глотку забил. Всадник еще раз нагнулся в седле, вглядываясь, чтобы вынести резюме. «Э, да ты не приво, больно молод. А кто это с тобой? Ага, поп и жид, очень кстати». Наследник слегка опешил от такого обращения, разом ощутив собственную незначительность перед той самой мощью герцогского аудита. Мощь против ожидания оказалась несоизмеримой его внезапно защиревшему статусу. «Я, собственно, сын действующего приво, Жифруа Ван Верей Де Ла Тур Младший, к вашим услугам». Он слегка поклонился. «Собственно, это, я вас вызвал, вы же, если я не ошибаюсь...» «Не ошибаешься», ракотнул рыцарь. «Зови меня угоду Де Ламьем, мать твою! Впрочем, можешь не звать никак. Нам нужен постой, жратва, вода, вино и пиво, и стойло для коней, и быстро! Сейчас здесь будет отряд его милости, Филиппа Де Лалена, поверенного его светлости герцога. Когда он будет, чтобы все было, ну, ты понял, что замер, поворачивайся, и отряди кого почище, встретить сира. Да пусть найдут привой и скажут, где квартира его милости. Теперь можешь раскрыть рот и отвечать толком». «Я, собственно, я...» против желания заблеял лятур. «Поток от копья!» перебил его грубый немец. «С тебя живого толку мало. Эй, попик, попик, очнись!» Аббат очнулся. «Вы тут в провинции совсем охренели от безделья, спите на ходу!» постановил рыцарь. «Слушай, попик, это не ваше аббатство там виднеется, он там за полем». «Наше, я бы сказал, веренное моим заботам. Я преподобный Бернар, аббат монастыря святой Манегунды». «Охренеть!» В том смысле, что нижайший вам обознался в этой проклятой пылище. Словом, вы, монашня, сейчас будете исполнять Христов Завет касательно гостеприимства. Вы счастливы?» Насколько счастливы были бенедиктинцы, теперь уже не установить. Но то, что отряд Далалены, примкнувшие к нему ребята Петрония, расположились в аббатстве, это факт исторический. По тому же адресу вынужден был явиться и старый Приво. Вот он-то совершенно точно не был счастлив внезапному явлению инспекции, которую пригласил прыткий сынок за его спиной умудривший скрыть инициативу от родителя. Впрочем, деваться некуда. Старшему Латуру пришлось соответствовать, что оказалось не вполне не кстати, ведь наступало обеденное время, а на кухне отца-настоятеля отменно готовили. И если о проделках наследника Приво по старости лет и связанной с этим утратой резвости узнавал не всегда, то о качестве провизии на столе соседа был информирован на должном уровне. Аббатство Святой Манегунды расположилось в красивом месте. Красивом и удобном. Чудесный вид на старый замок, старые липы, выгодно оттенявшие в пору цветения ароматы ладана и смирно витавшие над монастырем. Большая церковь, чей шпиль был виден из города, две малые базилики, часовня Донстана на удалении подле монастырского скотного двора, инфермерий, госпиталь, трапезная братья, трапезная настоятеля, пристроенная к обширному дому, и, что важно, пивоварня. Удобство заключалось в небольшом удалении от города, и рядом, и вне утеснения городских улочек, да и запахи кожемятного ремесла не долетали до святых угодий. Кроме того, крестьянские земли, дарованные монастырю, находились здесь же под полным контролем и постоянным надзором. В полях рос хлеб и хмель. В скотном дворе проживали четыре дюжины коров, снабжавшие молоком, маслобойню и сыроварню, поля навозом и стол мясом, когда устав дозволял. Запруженный ручей заставлял скрипеть колеса водяной мельницы. А отряд бургунцев временно заставлял скрипеть от жадности отца старосту. Поскрипывал Аббат, на которого вместо решения проблем с сенклерскими долгами свалились новые расходы. Почти не скрипел крытый двухконный вазок, на котором прибыл Прево, лишенный возможности передвигаться в седле из-за шалуньи подагры. Экипаж остановился на площади между церковью во имя Святой Манегунды и домом Аббата. Преграда дверцы, украшенная червленным щитом и серебряным мечом, выпустила на свет божий старого Ля Тура, которого сразу же подхватили два послушника и повлекли во владычную трапезу. На крыльце церкви распоряжался отец староста, захвативший юного монашка с чернильницей на шее и здоровенной пищей тетрадью в руках. Хромоногий черт! Так проводил староста Жифруа номер один. Порази его, чирий, на сравном месте, прости господи. А ты записывай, и записывай внимательно. Площадь, с которой только что убрался вазок, наполнилась гомоном и конским ржанием. Это ехали лучники и пажи, обмениваясь совсем неблагочестивыми замечаниями. Всех измотала дорога, пыль и жара. Слушаю, отец Амадей. Так, Бержуан. Староста задумчиво почесал танзуру. Корм для шести, нет, семи дюжин лошадей, кто их считать будет. Далее, провианты пива для дюжины лучников, десятка жандармов, полутра десятков кутелье и дюжины пажей. Перебили все начисто, отнеси в кладовую и выпиши счет, да сосчитайте все с отцом Гайтаном, да дынье. Ровно половину счета передай в иудейскую общину и пусть оплатят. Они не оплатят, уверенно возразил монашек, перестав возить пером по листу. Если они не оплатят, Абрахам бен Коган через час будет принимать на постой всех лучников его милости. Уж я позабочусь. Вместе с их конями, пажами, вонью, сквернословием и стоячими членами, после чего в иудейской общине пребудет светловолосых детишек. Так и передай, если вздумают крутить тебе яйца и ссать в уши, как это умеет почтенный бен Коган. Если мне будет позволено, писарь нервно почесал пером уха. Что еще, Бержуан? Ну тогда выходит вы маловато коней насчитали. Почтенный Абрахам Бен Коган в ладах с арифметикой и быстро прикинет, что только на десяток жандармов меньше тридцати коней не приходится еще лучники и все прочие. И тогда, ну вы понимаете, отец, вот дерьмо. И точно. Пиши восемь дюжин коней, кто их считать будет в самом деле. А проследи, чтоб жандармов устроили в госпитале. Всех прочих в инфермерии. Там как раз почти пусто. А куда господ прикажете? Господ под крышу отца Бернарда. Больно важные господа. И сердитые. С ними до беды недалеко. Видал, какой у них злобный немец? Вот то-то. Сколько ж они сожрут за сутки. Святое Дево! Староста скрижетнул зубами, быстро сообразив, что даже с еврейской частью денег постой влетит аббатству в сумму более чем достойную. Уже сейчас восьмерка всадников, прибывшая в авангарде отряда во главе с тем самым злобным немцем, успела выхрестать не меньше двадцати пинт светлого пива, обобрать начисто две сливы. Вдобавок один нерасторопный послушник получил в ухо, отчего ухо стало смахивать на сливовый плод. Впрочем, ухо было бесплатное. Сожрут! Монашек вздохнул. Эх, хорошо бы эти важные господа разобрались, что там происходит. Ведь брат Ансельм так и пропал в проклятом городишке, а брат Деодат вернулся третьего дня и такое рассказал. Вы бы слышали! Староста ответил прибольным подзатыльником, а после подумав добавил к нему ухо крут. Монашек заойкал и засипел. Ой, ой, отче! Не зли меня, Бержуан! Поразительно, Деодат, нахристался неразбавленного вина! Ансельм, я уверен, занят ровно тем же прямо сейчас. Ну, бегом работать, дармоед! Твоимя Святой Манегонды! Умелый Пинок настиг убегавшего Бержуана, придав тому ускорение во имя Святой Покровительницы Аббатства. Трапезная, сложенная из толстого камня, дарила прохладу. Вдоль стен стояли сундуки, на сундуках покоилось разнообразное вооружение, которое гости сняли с поясов. Под потолком виднелись потемнелые балки, витражи в стрелчатых окнах, пробивали помещение столбами цветного света, а чтец за пюпитером в конце длинного стола бубнил псалом, кажется, двадцать восьмой. Бубнил уверенно, но с пониманием текущего момента, не слишком громко, чтобы не мешать важным господам вкушать и вещать. Господа вкушали и вещали. Вокруг суетились послушники, которые подносили и уносили, подносили наполненное, уносили опустевшее. И того и другого хватало с избытком. Аббатство явно не бедствовало. Аббат во главе стола бедствовал. Ему мнилось, что долгожданный аудитор со свитой должен был остановиться в городе, а в аббатство возможно наведаться к заутренне, как и положено благочестивым христианам. Но внезапный ступор проклятого жоффа рвача спутал все планы и теперь святому человеку приходилось принимать людей явно не святых, что смущало дух, истощая кошелек. Присутствие Прево вроде бы должно было облегчить участь. Вроде бы его именем пригласили экспедицию из Брюги, вроде бы именно он отвечал за беспорядок в Шиме, а никак не Аббат. Но эти вроде бы помогали слабо, на душе спокойнее не становилось, хоть плачь. Во-первых, отцу-настоятелю очень не нравился Верзила с германским акцентом и манерами отпетого наемника, пусть тот в присутствии Сюджерена вел себя тихо, зато точно был под шофе, пиво проглоченное после тяжелой дороги ударило в голову. Во-вторых, а во-вторых все остальное, отвратительно жирный итальянец в пропотелом форсетто, длинный, тощий, как жерт испанский не тот доктор, не то астролог, юный хлыщ с наглыми глазками, непонятно как затесавшийся в состав герцогской инспекции, и командир всего коллектива, бледный, поминутно хватающийся за бок, как будто только что побывал в передряге. И ко всему прочему, здоровенный рыжий шотландец в синем дублете с королевскими лириями, ибо не просто так, а поверенный лично Людовика одиннадцатого. Получите вместо банальной проверки международную делегацию, что, как любому умному человеку понятно, легко может превратиться в международный скандал, особенно если учесть ситуацию с этой идиотской авантюрой герцогского наследника. Аббат относил себя к умным людям. А Преву молча жрал, так что помощи от него не было ни на полденье. Отведайте бобриного хвоста, дорогие гости, сказал Аббат, чтобы что-то сказать, беседа не то, чтобы выходила легкой. Ненавижу бобрятину, чтоб меня черти взяли, ответил немец шепотом настолько гулким, что смог заглушить чтеца в противоположном конце зала. Чтец в унисон протянул проглаз господа, сокрушающий кедры ливанские. Vox domini confrigentis cedros en confrigent dominus cedros libani Глаз господа сокрушающего кедры истрит господь кедры ливанские. Латынь. Фрагмент 28-го псалма. У вас превосходная кухня, свинина в капусте прекрасна. Постарался сгладить неловкость мессир де лолен. Точно! Простая походная пища, то, что надо усталым путникам. Поддакнул юный хлыщ, кажется, жерар де сульмон. Прошу вас, угощайтесь. Нынче день не постный, и что вам предложить к свинине, вина или, может быть, пиво? Давай сюда свое пиво! Ответил Приво и рыгнул. Свинина и капуста без пива как вино без винограда. Приво рыгнул еще раз. От пива не откажусь даже я, сообщил испанец, взмахнув руками в черном сукне. Я, как доктор, считаю, что употреблять надо астахтонис, продукт страны пребывания. В Испании лучше пить вино, а в Бургундии отдай дань пиву. Астахтонис? Какого дьявола это значит? Угрюмо спросил германец. Это по-гречески. Означает туземный, местный. Пояснил доктор. Какого дьявола нельзя так и сказать, местный? Уго скривил недовольную мину. Недовольную мину скривил и Аббат, вовсе не обрадовавшийся двукратному упоминанию нечистого за освещенной трапезой. Однако от замечания воздержался, вместо этого предложив пиво. О, прошу вас, отличный барливайн, выдержанный в самом глубоком подвале. Но, господа, рекомендую поберечь желудки для рыбы. Следующая перемена у нас рыбная, настоятельно рекомендую. Сельдь свежего посола, угорь в винном соусе, морской окунь, запеченный семью травами, такое грех пропустить. При упоминании барливайна аббат вспомнил о десятках бочек, что были утрачены в злостном сенклере и сделался мрачен. Еще мрачнее. Виду, впрочем, опять не подал, а проклятые гости преотлично последовали его совету и вдарили по рыбе, которую внесли послушники. Аббату Бернару еда в горло не лезла, чего нельзя сказать оприво. Отвратительно жирный итальянец, как отметил умный монах, почти не ел, что странно при такой комплекции. Зато глазками зыркал по сторонам так исправно, будто хотел что-нибудь потибрить и до сих пор не произнес ни слова. А как долго, вы думаете, у нас гостить дорогой сир? Поинтересовался аббату Филиппа, сидевшего на почетном месте по правую руку от хозяина. Отец Бернар в этот момент отчаянно мечтал, чтобы дорогие гости, обходившиеся слишком дорого, наконец наелись от пуза, легли спать и за утро очистили вверенное заведение. Сен-Клер от нас совсем недалеко, я думаю меньше дня езды. Вы могли бы остановиться у нас и выезжать туда с проверками, когда вам будет угодно? Сен-Клер от вас, уважаемый аббат, не более чем в полудне пути. У нас быстрые кони, немного сменных, поэтому мы приведем себя в порядок и утром отбудем. Предпочитаю все делать быстро и в один заход, убивать временные разъезды туда и обратно я не буду простите. Ответил молодой рыцарь и закашлялся, ухватив рукой ребра. Да что с вами ради бога? Воскликнул аббат, всплеснув руками. Его широкие рукава так неловко разлетелись над столом, что своротили кубок вина. Пока послушник одолевал последствия начальственной неловкости, Делален успел заверить отца Бернара, что небольшая честная рана ему не повредит и, тем более, не остановит на пути к цели. Аббат посетовал на такую к себе невнимательность, присоветовав лучше заботиться о здоровье, а потом зазвал посетить аббатство на обратной дороге. Пока гости хозяина обменивались натужными любезностями, жирный итальянец доцедил, наконец, кружку пива и подал голос, оказавшийся еще противнее внешности. «Отче, расскажите лучше, а что вы знаете о Сен-Клере? Вы соседи, так может, по-соседски слышали что-нибудь?» Пропищал он. «Если вас не затруднит подробности, любые, рассказывать, что с городом нет связи, аганцы оттуда не возвращаются, не нужно. Мы осведомлены в целом». Аббат от неожиданности поперкнулся. Долго кашлял, даже когда кашель перешел в совершеннейшую имитацию. Он думал, что сказать. «С позволения уважаемых господ, крестьянские бредни я пересказывать не буду. То, что столь близкий город никак не отзывается, это очень странно, но вполне объяснимо. Сперва там подозревали чуму, и местный муниципалитет, должно быть, закрыл город на карантин, что разумно. Потом, с началом военной кампании, я думаю, в дело вступили обстоятельства несколько иного. Политического характера. Да, именно так. Политического». «Политического?» – переспросил Приво, вытаращившись. Ему очень не нравились какие-то обстоятельства политического характера на границе собственной земли. «Политического?» – кивнул Бернар, подумав, и потребовал у послушника добавки пива. «Уточните!» – итальянец возлился на него, сощурив глаза так, что они почти пропали в складках жира. «Да, нечего уточнять, господин Петроний, я же верно запомнил ваше имя. Так вот, у нас на границе имеет место измена. Горожане перекинулись на французскую сторону, благо расположение позволяет. И никакой чумы там не было, я уверен. Карантин – это просто удобный предлог, чтобы перекрыть город и никого не выпускать из округи. Готов спорить, в Сен-Клере уже хозяйничают королевские войска. Ведь это так похоже на Вулуа. Поссорились, а потом тихо разошлись, откусив друг у друга по кусочку. Сколько раз такое бывало? Готов спорить? «И проспорите, отец Аббат!» Громко рыкнул шотландец, водрузив на столешницу кулаки в ржеватом волосе, каждая размером с пудовую наковальню. «Мой сеньор, его величество король Франции, божьей милости Людовик Одиннадцатый, к этому не причастен. Я, как поверенный, готов это заверить рыцарской клятвой. Простите, дорогой сир, в вашем слове я не сомневаюсь, но сколько стоит рыцарская клятва, когда в дело вмешиваются такие большие люди?» Заныл отец Бернар, прижав руки к груди. Ему очень не хотелось злить шотландца, который выглядел лишь немногим менее опасно, чем немец. «Вы хотите сказать, что король обманывает и Бургундию, и меня одновременно?» Поверенный встал из-за стола, а рукоять его кинжала очень убедительно громыхнула о дерево. «Я ничего не хочу сказать». «Тише, господа!» Пискнул итальянец, и вышло это так внезапно, что даже Синклер, побагровевший от злости, сел на место. «Это очень плохо, что вы не хотите ничего сказать, господин Аббат. Ведь мы просили именно рассказать, а не поделиться своими умозаключениями. Умозаключения предоставьте нам после того, как мы окажемся на месте. Пока нам надо знать, где мы окажемся. Вы понимаете меня?» Петроний пригвоздил монаха взглядом к креслу, а потом не менее тяжко глянул на сира Джона, так что тот разом передумал вступать в перепалку, а ведь ему очень хотелось. «Итак, я бы не отказался послушать крестьянские бредни, или пьяную болтовню горожан, или монашеские сплетни, ведь монахам бывает скучно, и они делятся сплетнями». Аббат собирался было ответить, что в его видении монахам скучать некогда, и тем более некогда сплетничать, но не стал. С одной стороны, это было бы враньем, монахи очень даже сплетничали. С другой, итальянца Аббат побаивался. Не так, как огромного де ламье, или королевского поверенного. Как-то иначе. Иначе, но беспокойство жирный пузырь внушал самое качественное. А до беспокойства Аббат нервничал и злился. И очень его расстроил отказ выслушать ему заключения, которые, по мысли настоятеля, были вполне разумные. «Извольте». Бернар стал загибать пальцы. «Я слышал, что весь город вымер, и там не осталось ни единой живой души». «Еще рассказывают, что зараза там гуляет настолько страшное, что раз вдохнув этот айр кивитатем...» «Воздух города» — латынь. Часть поговорки «воздух города — воздух свободы». Любой падает замертво. Говорят также, что в Сент-Лере поселился дьявол и лично утаскивает всех в преисподнюю. Кроме дьявола я слышал о драконе — трех драконах или одном драконе — о трех головах. Если о монашеских сплетнях, чего греха таить, не все наши братья достаточно сильны, чтобы не давать воле праздности духа, то, по словам одного пьяницы, в город почти невозможно заехать, а заехав, выбраться обратно уж точно не выйдет. Нечистая сила опутает так, что можно идти хоть месяц, а с места не сойдешь. Достаточно? А то обращайтесь, в моей коллекции есть еще кое-что. «Забористо!» — сказал наглый хлыщ Десульмон и рассмеялся. Правда, смех его вышел неуверенный, с нервическим призвизгом. «А отчего, почтенный служитель Господа, вы так иронично отзываетесь о дьяволе?» — спросил доктор-испанец, поставив брови домиком. «Ведь вам долг велит верить в нечистую силу». «Я, доктор, в дьявола верю, безоговорочно, как ин хунун деум патрим омнипотентем». Во единого Бога Отца Вседержителя. Латынь. Начальная строка символа веры. Аббат гневно повысил голос, пристукнув ладонями по подлокотникам кресла. Только дьявол не в городе Синклер с рогами и копытами грешников под землю уволакивает и не в образе дракона является. Дьявол в лености, унынии, стяжательстве, разврате, чревоугодии и прочих милых нашему сердцу вещах, которые суть, смерть души и торжество плоти. «Вот такой дьявол страшнее любого дракона и рогатого чудища, потому что постоянно с нами и нами любим». Штет за пупитром испуганно примолк, взбившись на бяту сверкви нон импутаби доменус пекатум. «Блажен муж, ему же не вменит Господь греха». Латынь. Фрагмент Псалма тридцать первого. «Да как-то святые слова!» – выговорил Филипп, смущенный благочестивым напором. «Но ведь и дыма совсем без огня не бывает, вы не находите? Вот мы давеча видели, а до этого еще… впрочем, неважно». «Конечно, дыма без огня». Бернар разволновался и стал говорить сбивчиво. «Дым-то вот он! Брат Деодат в стельку пьяный возвращался из Сенклера. Нечистая сила его кружила. Ха! Сила эта! Вот!» Монах потряс кубком, вновь расплескав пиво. «А брат Ансель вовсе не вернулся, полагаю, из-за той же силы. Оба всей округе известные борцы с зеленым змеем и опять проиграли. Вот вам и весь огонь и весь дым вместе со всей чертовщиной». «Чертовщина – это, конечно, слишком», – сказал испанец. «Но почтенный доктор Хименес успел написать об эпидемии до того, как пропал вместе со всем городом. Так что эпидемия – это не враги досужих сплетников. Хотя доктор описал симптомы с чумой, схожие слишком отдаленно. Кроме того, по дороге мы много с кем говорили, кое-кого встречали и кое-что слышали. «Слухи? Слухи. Трепотня. Болтовня. Про какую-то болезнь, и я не думаю, что все это придумано. Возможно, лишь сильно преувеличено или искажено, как оно всегда бывает. А вот слухов о французском вторжении мы от чего-то не слышали вовсе. Это от того, что хороший заговор сплетен по себе, не оставляет». Аббат собрался настаивать на своей версии, когда его перебили самым возмутительным образом. Продолжение следует...